Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове, в эфире программа «Особое мнение». Да, действительно, Яна Лапшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте, гостью нашей студии. А в гостях у нас сегодня Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Наш коллега Азиз Алич, добрый день. Приветствую всех. Да, тем у нас много. Я напоминаю слушателям, что вы тоже можете участвовать в разговоре. И через форму анонсов на нашем сайте можно задавать вопросы гостю. Пожалуйста, пользуйтесь ehakirova.ru. Один вопрос уже есть, я его вам задам, Азиз Алич, чуть позже. Ну, начнем мы, наверное, все-таки с политических новостей, с изменения политической картины. А что, у нас политика из Кировской области. А может быть, кстати говоря, да, никакая это не новость, и никакие не изменения обсуждать, в принципе, нечего. Я говорю о том, что, ну, фактически, второе лицо в регионе у нас сменилось, правильно? Да. Да, в пятницу депутаты на заседании законодательного собрания утвердили нового председателя. Им стал Владимир Бакин. Он сменил Владимира Быкова. Вот, главное, не запутаться в двух людях с фамилиями на Б. ВБ поменял ВБ. Да, 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 да. ВБ поменял ВБ. Совершенно верно. То есть, вроде бы, изменения есть, вроде бы, их и нет. Ну, собственно, что было? На что вы намекаете вообще, Аня? Да, подождите, Азист Ильич, подождите. Давайте сначала все-таки официально, а потом шутить будем, да? Почему вроде как изменения есть? Вот на что вы намекаете? Я, честно говоря, как-то вот... Ну, просто мы в течение последнего месяца, когда стало известно о том, что Владимир Быков покидает пост председателя законодательного собрания, выслушали много экспертных мнений, экспертных оценок. И многие говорили нам следующее. Ничего же не изменится. В законодательном собрании большинство у «Единой России». Следовательно, «Единая Россия» выберет на пост председателя законодательного собрания, выдвинет того человека, который будет действовать в том же самом курсе, так сказать. Как я круто поступил, а? Что? Вы уже за меня отвечаете. Спасибо. Я посижу, посмотрю. Я, правда, нет, я не отвечаю, я пока цитирую. Так вот история следующая. Собственно, Владимир Бакин, Ирина Морозова, как альтернативный кандидат от «Единой России» была представлена. От оппозиции был представлен и выдвинут, точнее так, Владимир Костин, вице-спикер ЗАГС собрания, но он взял самоотвод, сказав, что, я так понимаю, смысл в этом участвовать не видит. Вот конкурентные выборы, неконкурентные, насколько предсказуема кандидатура нового председателя? Ну, выборы неконкурентные, потому что, ну, Ирина Морозова тут, так сказать, ну, не знаю. Ну, мне бы вообще в этой роли выступать было бы стыдно, как вот выступает Ирина Морозова, условно говоря. Ну, слушай, ну, несерьезно все это. Ну, человек-то, она хороший, профессионал, да. Профессионал своего дела, ну, как говорят, я не знаю, слава богу, пока не приходилось там обращаться к ней. Но зачем, как бы, вот в таких играх, так сказать, участвовать? Ну, уважаешь себя, если вообще в играх таких лучше не участвовать. А что касается Костина, ну, он поступил, собственно говоря, абсолютно верно. Ну, зачем ему, как бы, когда мы знаем, что большинство единороссовское, то, что вы, как бы, сказали, что выдвигать свою кандидатуру, что вдруг произойдет, что у единороссов, как бы, проснется политическая совесть, там, или что, и они решат, что... И они будут голосовать за представителя оппозиции. Смотрите, тут не просто представителя оппозиции. Тут человек, который сам зарабатывал себе хлеб многие, так сказать, годы, да. С них уплачивал налоги. Ну, как в одном из фильмов, говорит, да, кто налоги уплачивает, тот сам зарабатывает, из своих доходов налоги уплачивает, тот гражданин, так сказать. А тот, кто получатель бюджетных денег, ну, я не знаю, как бы, вот... Ну, подождите, уж если так глубоко копать, то последние годы Владимир Костин, как я понимаю, как раз получатель бюджетных денег, потому что у нас должность вице-спикера, это освобожденная должность. Да, до этого-то он работал, но вообще я против, как бы, освобожденных должностей. Я понимаю. Я уже неоднократно высказывал свою позицию по этому поводу. Поэтому, ну, Бакин, ну, хорошо, ну, и что? Ну, пришел специалист по налогам, так сказать, и бюджетному, там, планированию, условно говоря. Так это же хорошо. Хорошо-то для чего? Что, значит, ну, спланирует человек, что нужно остатки денег из карманов предпринимателей, как бы, собрать, проголосует за это. Да ладно, может быть, он спланирует, что предпринимателям надо дать денег наоборот. Да, подождите, давайте вспомним наши предыдущие передачи. Вот смотрите, два года назад вводился этот самый налог на движимость. И помните, мы об этом спорили, говорили, и говорили, что, ну, если уж надо требования, там, Минфина, там, России выполнить, давайте установим на уровне, там, 0,1%, там, какую-то условную цифру, скажем, ну, мы установили, там, налог. Все платят. Потому что, и обосновывали это, потому что говорили, что, слушайте, это необоснованный налог, что нельзя, там, движимое имущество, так сказать, облагать, там, потому что это, там, технологическое обновление, там, ну, кучу всяких обоснований приводили. Но нет, так сказать, Бакин слушал, да ел, как бы, да. То есть вы не верите в то, что легче будет? И дальше, смотрите, что происходит. Через год, значит, этот налог отменяется на федеральном уровне. То есть все вдруг поняли, а, ну, соответственно, налог отменен. Вот. И то, что это, там, доходная часть бюджета, или, там, все, все, все поняли, что это вредит, собственно говоря, экономии, как только один Бакин, видимо, не понял. Или тоже понял через год, когда Минфин отменил. Ну, хорошо же, как в одном из, так сказать, поэтических произведений, там, говорится, да, я прикажу Солнцу сесть, когда он, или, как там, Солнцу взойти, когда он взойдет, да, помните? По-моему, это у Антуана Сент-Экзюпери, как бы, да, есть такое. Ну, вот, и что? Ну, вот, приказали Солнцу взойти, как бы, да, когда Солнце взошло. Так не должно быть, в принципе. Поэтому, ну, о чем мы говорим, так сказать? Ну, хороший человек, как бы, Бакин, знаком я с ним. Я и раньше имел какие-то дела, когда он еще был руководителем управления. Он был очень крепкий профессионал. Своего дела. Да. Только своего дела. Но не профессионал в области развития, в области управления развитием территории. То есть человек, который не знает многие закономерности развития. То есть человек, ну, и самое-то главное, что этот человек всегда берет под козырек, даже если это вредно для экономики в области. Он будет это брать под козырек и показал это своими действиями. Подождите, а кто указание будет давать, брать под козырек? Кто может указывать? Председателю законодательного соглашения. Председатель губернатора будет давать. Председатель правительства, может быть. Председатель правительства, может быть, уже давать будет указание. А это вообще с законом-то как сообразуется? У нас же вроде две ветви власти разделены. Нет? Нет. Зачем вы теорические вопросы задаете? Ну, как? Вот, смотрите, губернатор, руководитель регионального отделения «Единой России». Теперь у нас. Бакин член. Так. Значит, все решения, которые нужно принять на законодательном собрании, сначала принимаются на фракции «Единой России». Попробуй там проголосуй, там не так, так сказать. Скорее всего, следующие выборы тебя не будет. А люди за статусом гоняются. То есть законодательное собрание будет послушно. Многим наплевать, людям статус, документик, пенсии какие-нибудь будущие. Вот что как бы важно. А так-то жизнь, там, население, как бы, жителей Кировской области для многих единороссов. Ну, и не только, может быть, единороссов. Как бы, ну, посмотрите. Мало беспокоит. Их мало беспокоит. Да я пытаюсь все выбирать слова, потому что, знаете, сейчас опасно стало. Да, конечно. Высказываться. Мы знаем, да. Поэтому, вот, я стараюсь. Азиз Ильич, все-таки, вот, фигура Владимира Бакина. Да. Эта фигура такая компромиссная. То есть, человека, который проверен годами, да, который крепкий профессионал в своем вопросе, который, как вы говорите, будет поддерживать любое решение со стороны губернатора, председателя правительства. Человека поставили вот на время до выборов, до 21-го года? Да или все-таки мы можем каких-то неожиданностей ожидать от ЗАГСобрания? Аня, когда вы говорите, компромиссно или нет, то я бы хотел узнать, компромисс между чем и чем. У нас вообще выбора в этом смысле, как бы, по компромиссу и не было. Ну, вот смотрите. Здесь не просто компромиссы, а вот под определенные цели... Вот в пятницу, между прочим, некоторые представители оппозиционных фракций неформально говорили о том, что кандидатура Ирины Морозовой, ну, понятно, да, должны быть альтернативные выборы. То есть, это вот такая альтернативная кандидатура. А что Единая Россия, по идее, это могла ведь выдвинуть и кандидата, которого бы поддержали в том числе и оппозиционные фракции. Есть такие кандидаты, говорят. Ну, и... Да, но не выдвинула. Но не выдвинула. Ну, значит, есть такие кандидаты, наверное, у которых могла бы вдруг появиться своя собственная позиция. Ну, не появилась. А есть? А мы можем этих кандидатов назвать? Есть среди депутатов, есть такие люди, которые могут... Азиз Ильич, мы можем их пофамильно назвать? Я не буду называть сейчас их. Вот не буду, потому что, ну, мне надо с человеком согласовать, про чем его фамилию назвать. Потому что не каждый... У нас дефицит смелости. У нас в основном, как бы, поведение немножечко многих людей трусливое, так сказать. Поэтому прежде чем что-то сказать, то... Надо предупредить хотя бы. Надо человека предупредить, чтобы он вдруг не упал там со стула депутатского, когда его имя будет, так сказать, озвучено. Поэтому, конечно, есть... Дело в том, что рано или поздно совесть у людей как бы все равно, ну, если они совсем ее не потеряли, как бы она просыпается, и человек начинает действовать в интересах, ну, своей родины, в интересах людей, которых он представляет. А, то есть вы в это верите, да, что рано или поздно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на полминуты, вернемся, еще про ЗАГС-собрание поговорим. Особое мнение на 101FM Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», наш постоянный эксперт. Мы говорим по итогам законодательного собрания, заседания ЗАГС-собрания, пленарки очередной, которая состоялась в прошлую пятницу, на которой был выбран председатель законодательного собрания. На смену Владимиру Быкову пришел Владимир Бакин. Все еще сложно мне как-то вот не перепутать. Было бы сложно, если бы был Владимир Быкин. Быкин. Хорошая шутка. А так-то Бакин. Да. Азиз Альич, наш гость, наш слушатель спрашивает вас на сайте хакирова.ру, как долго на высоких постах будут сидеть старики, например, Бакин? Почему не ставят более молодых, как Шульгин? Ну, хорошо, более молодых и другого примера не нашли, как Шульгин. Не поспоришь. Шульгин действительно более молодой. Но Владимир Гаврилович человек в почтенном возрасте. Да, более молодой. Но у Шульгина был один недостаток, он проявляется сейчас. Но я надеюсь, что со временем он у него, такой объективный недостаток, он у него будет, может быть, отходить на задний план, но пока как бы с трудом происходит это дело. Этот недостаток заключался в том, что он никогда не управлял и даже близко не стоял к управлению социально-экономическими системами, такими как город, территория какая-то. То есть опыта нет? Опыта не было. Сейчас у него этот опыт появляется, но он какой-то у него пока противоречивый, так сказать, этот опыт. Но не о Шульгине, собственно говоря. Мы не про Шульгина, да, я это же хотела сказать. Мы вообще про молодежь. Почему не ставят? Где молодежь? Почему не ставят? Вот те люди, которых вы не захотели назвать, среди них есть молодежь? Или там тоже люди такие в почтенном возрасте? Ну, слушателю хочу сказать, что, может быть, у нас разные подходы как бы к тому, с какого возраста. Но я вот считаю, что, например, там ниже чем 35 лет там... Рановато. Рановато, потому что очень много познать надо и понять, еще и поработать так же, чтобы какой-то опыт появился в вопросах управления территориями. Ну и бэкграунд должен быть у тебя какой-то, чтобы тебя уважали, к тебе прислушивались, нет? Да, бэкграунд, он, может быть, должен быть. Это вопрос имени и репутации. Даже если ты в бизнесе себя ведешь хорошо, и у тебя есть отличный бизнес, и ты вел себя честно и порядочно, то есть бэкграунд, он появляется как таковой. А если ты по ходу занимался только тем, что там рвал, хватал, там все равно репутация дело такое, очень долго за тобой... Подпорченная. Да, подпорченная. Хорошо, значит, не моложе 35. Поэтому, почему ставят? Ну, потому что руководство областью сегодня предпочитает, и Единой России тоже предпочитает более предсказуемых кандидатов. То есть они знают, что этот человек будет поступать именно так, а не иначе. То есть он проверен годами уже, да? Он проверен годами, и его поведение, да, предсказуемо практически на 100%. А вот придет другой человек, даже будучи членом Единой России, если он будет, особенно если он будет молодой, потому что ему где-то молодые товарищи могут что-то сказать, на улице могут соседи и родственники поймать, и сказать, что вы, единороссы, делаете со страной. Понимаете? И я думаю, что Бакину вряд ли его товарищи такое скажут. А вот такому человеку... Ну, уважаемый человек, да. Как можно... А такому человеку... С замечаниями тут... Да, скажут. Потому что тем более еще он ревностно относится, когда его критикуешь. Потом он начинает, ну, как бы, может подойти и сказать, ну, что ты там наговорил такого, условно говоря. Вот. Поэтому им нужен более предсказуемый человек. А сейчас в ситуации, когда люди, в общем-то, уже начинают, в том числе и соцопросы показывают, что люди начинают требовать перемен и справедливости. Да. И может появиться непредсказуемый кандидат. А по-хорошему, в принципе, политическая жизнь должна стать более конкурентной. В том числе конкурентной не просто там между политическими партиями, а конкурентной между ветвями власти. Внутри. Ветвями. То есть ОЗС должен быть конкурентом правительства. Так, мне казалось, это вообще нормальная совершенно ситуация, когда депутаты... Вот видите, вы, видимо, тоже, как бы, не член Единой России. Не во всем соглашаются с исполнительной властью. Да, вот. И хорошо, давайте... Они же интересы народа представляют. Да, да, да. И когда судебная власть, конкурент, как бы, исполнительной власти, и в том числе правоохранительным органам, да, а не так, когда все слились, значит, в едином, как в экстазе говорят, да, это не ругательное слово? Нет, слова экстаз пока нет, не ругательное. Вот, и, значит, и идут, как бы, к какой-то цели, которая нам непонятна. Вместе, дружно. Да, вместе, дружно, поддерживая друг друга, подталкивая, даже если это против интересов людей. Хорошо, еще чуть-чуть про заседание ЗАГСобрания и про кандидатов, так скажем, от оппозиции. Все-таки, ну, вот я отчасти понимаю, конечно, решение Владимира Костина, да, самоотводом, но хотя бы попробовать. А для чего? Хотя бы посмотреть, сколько голосов-то будет. На что посмотреть? Что он соберет голоса, там, фракции, условно, да, там, ЛДПР, там, Справедливая Россия, и, может быть, КПРФ, и то не факт. Ну, на что смотреть? То есть, ну, совершенно правильно. Предсказуемый итог. Итог абсолютно предсказуемый, и зачем ему на это смотреть? Что тут, тут какой ты опыт приобретешь от того, что выдвинешься и, значит, проиграешь? То есть, опыт проигрыша, да зачем он ему нужен? Понятно. Логичная, значит, совершенно была история. Правильно он и поступил. Двигаемся дальше. Азиз Агаев в нашей студии. Еще одна важная тема, которую на прошлой неделе актуализировал сайт Ньюслер, это история еще конца октября, история с принятием, точнее, непринятием повышенной ставки налога на имущество физических лиц. Это сложная конструкция на самом деле, да. Имущество физических лиц, используемое в коммерческих целях. То есть, речь идет о недвижимости, о тех помещениях, которые оформлены не на предпринимателя или не на фирму, да, а на конкретного человека, но, тем не менее, получается, что используется для получения прибыли какой-то там, да, использование именно в таких целях. Ну и вот городская дума, депутаты городской думы отказались голосовать за повышенную ставку, да, в 1,2% с 2020 года, оставили 1%. Проявили мужество настоящие люди или как здравомыслие, не знаю, что угодно, да. То есть, вам кажется, что вот расскажение, я спрашивала Андрея Усенко, спрашивала как раз по итогам этой истории, почему все-таки торгово-промышленная палата высказывалась за повышение. Он говорил, что тут вопрос не в повышении, а вопрос в унификации. То есть, если одним предпринимателям придется платить 1,2%, то почему другим людям, которые тем же самым занимаются, платить всего 1%? Я разговаривал с Липадниковым Николаем Михайловичем, торгово-промышленная палата не поддерживала это решение. Это было, это поддержать, если вы так поняли, это личное, да, частное мнение Андрея Усенко. Хорошо, это было особое мнение, да. Потому что в этих условиях, так сказать, которые есть, ну, я не знаю, Николай Михайлович может как бы потом тоже сказать, что нет, я так не говорил, но вряд ли он это, потому что в условиях, в которых мы находимся экономических, повышение любых налогов сейчас, это непродуктивно. Так. Вот. Дальше, что бы ни говорил Андрей Усенко, да, когда говорит, что нужно обеспечить равные, справедливые, значит, я ему хочу встречный вопрос задать. А почему не обеспечить равные условия на более низком уровне налогообложения? Что вы имеете в виду? Ну, почему закон, принятый ОЗС, не привести в соответствии... А, вот, то есть обратно. Обратно. Отыграть обратно. И все будут в равных условиях снова. Да. И никакого равенства никто нарушать не будет. Почему Усенко, будучи вице-президентом, значит, не проталкивал... Он не то, чтобы радовал. Не проталкивал жесткую позицию. Подождите, они боролись на уровне законодательного собрания, очень серьезно боролись. С тем, чтобы до двух процентов не повысили сразу же. Это он так говорит. Я не видел, чтобы как бы вот такая борьба жесткая была. Я помню, в этой студии годами. Они выступали в прессе, чтобы там депутатов собрали к себе там и так далее. И не высказали позицию, что да, ну да, да, вот поднимать вроде как не очень хорошо. Нет, не так было сказано. Отчаянно боролись. Отчаянно. Отчаянно, да. Я не видел, Аня видела, как вы отчаянно боролись, друзья, как бы. Ну и хорошо. Подождите, вот есть... В следующий раз я буду внимательно смотреть, как вы отчаянно боретесь. Подождите, есть вот логичное совершенно объяснение, да. Чему? Которое, подождите, которое приводится, объяснение, которое приводится несколькими экспертами, объяснение повышения как раз вот этой ставки налога. Да. То есть говорится о том, что, ну извините, Кировская область регион не самостоятельный. Мы часть наших денег получаем из Москвы. Все время кивают. И в ситуации, когда мы имеем возможность расширить свои собственные доходы за счет увеличения ставки налога, но не делаем этого, Москва задаст нам вопрос. Ребята, если вы так хорошо живете, что не повышаете налоги, то почему же тогда мы должны платить вам деньги? У нас есть Министерство экономического развития, которое может, если при желании, сесть и посчитать, что повышение этого налога вовсе не приводит к увеличению доходов областного бюджета, потому что в других ситуациях эти доходы начинают падать. А падать они начинают в результате того... Вот вы слушаете экспертов, типа Тусенко, Шлемензона, еще кого-то? Но мы вас слушаем, Ази Солич, да? Нет. И вот, значит, люди не считают другие эффекты появляющиеся. Окей, мы повысили налог на имущество на предпринимателей. При этом мы его несправедливо повысили, потому что этот предприниматель не может снизить налог, который он платит по упрощенной системе, на сумму этого налога. Хотя, когда вводили упрощенную систему, мы ему говорили, что мужик, заплати упрощенку и поставь точку. После этого нам повысили страховые взносы, там, еще чего-то, еще чего-то, и сегодня вот очередной налог. Значит, что происходит, когда повышается какой-либо налог? Уменьшаются доходы предпринимателей. Что происходит, когда уменьшаются доходы предпринимателей? Он начинает меньше платить заработной платы своим работникам. Он начинает меньше тратить. Следовательно, следовательно, НДФЛ тоже падает. НДФЛ падает. Значит, куда уходит НДФЛ? В этот же бюджет. Конечно. В этот же бюджет. Он сокращает свои доходы, расходы. Если он сокращает свои расходы, чьи доходы падают? Падают доходы других субъектов, которые платят налоги с этих доходов. Кто считал эти эффекты? Не может мне сегодня сказать, что... Это такая сложная цепочка, мне кажется, что никто не считал. Считается, если сесть аналитиком нормально, считается на раз и два. Так. Как бы пусть просто работают люди, а не, значит, оправдывают всяческими... Ладно, хорошо. Словами повышения налогов. Поэтому я вернусь к вопросу, о котором вы говорите. И вот это все можно обосновать, свое поведение по неповышению или по несильному повышению налога. Кто из депутатов, кто из членов Совета Федерации, представляющие Кировскую область, значит, вышел на трибуну Государственной Думы или Совета Федерации и сказал, что даже если Кировская область, то есть не поборолся за Киров, мы же субъект Федерации. Мы субъект Федерации со своими доходами. Мы субъект Федерации, у нас основную часть доходов забирает Москва. А потом мы ходим клянчем у Москвы эти деньги. Ну, не только у нас везде такая ситуация. У всех так. Значит, мы не федерация. Давайте скажем, мы унитарное государство. А здесь лечь так, подождите. Вот сейчас, стоп. Мы не можем призывать к такому. Давайте скажем. Нет, вот можно сказать. Ну, хорошо. Ну, можно. Хорошо. Мы не можем сказать. Ладно, извините, не это имел в виду. Не сепаратизм. Мы ведем себя... Почему сепаратизм? Унитарное государство это еще более крепкое. Хорошо. Мы ведем себя как, значит, унитарное государство. Ну, выйдите и скажите как бы на трибуне-то. Господа, у нас в федеральном бюджете, значит, три триллиона профитита. У нас в фонде национального благосостояния восемь триллионов бабок лежит. Отстаньте уже от предпринимателей. Отстаньте уже. Давайте дадим нехватающиеся из восьми триллионов, нехватающие Кировской области 300 миллионов, на которые вы рассчитываете. Отдадим за пять лет 300 миллионов. Это будет всего полтора миллиарда. Да. И отстаньте вы от предпринимателей и бизнесменов в Кировской области. Так не только в Кировской области. Ладно, Кировская. Тут же все регионы выстроятся. Мы же понимаем это все, да? Так все регионы-то, конечно, выстроятся. Да. Конечно, выстроятся. Просто я уже неоднократно говорил в эфире, что профицит бюджета — это ситуация аморальная. Это когда государство собирает своих граждан больше, чем нужно ему на оказание этих государственных услуг. Азиз Агаев в нашей студии. На этом мы сделаем паузу. Переверыв на рекламу. Через полтора минуты вернемся. Особое мнение на 101FM. Продолжаем послушивать особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», нашего постоянного эксперта. Ну и вот, чтобы подвести такой небольшой итог решения депутатов Городской думы не повышать пока ставку налога на имущество физических лиц, используемые в коммерческих целях, я все-таки вернусь к тому, с чего мы начали. Вы сказали, что молодцы те депутаты, которые, значит, смогли отстоять свою позицию. И вот здесь я сейчас просто зачитаю фамилии нескольких депутатов от «Единой России», Мы не аплодируем в это время? Нет, не надо, подождите. Или кто поддерживает мне говорить фу-фу-фу? Да, Михаил Шихов, Павел Валенчук и Валерий Крепостнов. Вот эти три человека, они воздержались. Ну, собственно, там и во время обсуждений на комиссиях тоже были вопросы, да, от Валерия Крепостнова, как минимум. Все-таки вот это они за народ родили и за предпринимателей или в своих интересах действовали? В этом случае, как бы вы хитро не задавали этот вопрос, их интересы совпали с интересами народа. Так, то есть они все равно молодцы, даже если за себя боролись. Все равно молодцы. Хорошо, ладно, на этом пока точку поставим в вопросе, хотя я так понимаю, что обсуждение вот этой вот темы с повышением ставки налога, оно не последнее было далеко. И мы по этому поводу с вами еще поговорим. Кстати, я хочу отметить, что поднимая такие вопросы, и Дума, и администрация, они нарушают закон о поддержке малого и среднего бизнеса. Такие вопросы сначала должны обсуждаться на Координационном Совете по поддержке малого и среднего бизнеса при администрации города Кирова. То есть сначала там, а потом уже там. А не обсуждалось? Не обсуждалось. Насколько я знаю, не обсуждалось. Печально. Печально, что представители, в том числе власти, нарушают закон. Интересная новость размещена Азиса лично на нашем сайте. Есть вопрос от нашего слушателя. Муниципальные депутаты смогут не сдавать декларации. Послабление для них одобрило законодательное собрание. Отчитываться о доходах и расходах депутаты муниципальных дум и главы муниципальных дум будут только в случае, если купят недвижимость, транспорт или ценные бумаги на сумму, которая больше семейного дохода за три года. В остальных случаях достаточно просто уведомить губернатора, что подобных сделок не совершалось. Ну и, собственно говоря, вопрос от слушателя следующий. Коснется ли это думы Кирова? Я так понимаю, что да. Раз речь идет о муниципальных думах, да. И то есть мы не будем знать, сколько зарабатывают эти люди. А может, все же граждане должны представлять, кто в Думе работает, с каким объемом доходов, становятся ли люди богаче или беднее благодаря близости к власти? Дело в том, что подают они декларации или не подают декларации, все сведения об их доходах, они все есть в органах государственной власти, в налоговой или где-то. То есть можно не обязывать депутата подавать декларации, а можно, например, прописать в законе, что вся информация о доходах и об имуществе избранного депутата публикуется на сайте, например, городской думы. И тогда депутата не нужно будет лишний раз садиться, писать какие-то бумаги. И при этом вдруг бывает так, что некоторые депутаты забывают о каком-то счете или чего-то где-то, ну, бывает такое, что сто лет не пользуешься. Ну, у меня когда-то, например, были открыты, условно говоря, счета в Сбербанке в 90-м каком-то году. Потом после 98-го года я их не закрывал. То есть они там были, но там ничего не было? Там, может быть, и есть 30-40 рублей по старому. Ну, понятно, да. Я даже не знаю, что там есть, я туда уже и не заглядывал, потому что что делать после, как бы, дефолта на этих, ну, что там смотреть, как бы, на этих. Ну, вот есть такие, да. И тогда бы ничего не забывалось. Государственные органы взяли информацию и шлепнули там на сайт того органа власти, где этот депутат, значит, существует, где он работает избран. Скрывать такую информацию, мне кажется, что неправильно. Я тоже за то, что если уж ты решил публичной деятельностью заниматься, ну, пусть люди знают. Вот мы же все говорим, а, вон там, вот эти депутаты от Единой России, которые там, вот они, все, в интернете везде пишут, вот они в своих собственных интересах. Окей, собственных интересов, но в ваших интересах тоже. Они действуют. Пожалуйста, мы будем знать, есть ли мотив по принятию того или иного решения. Поэтому это правильно, что, как бы, информация такая есть. Неправильно, если декларацию не будут подавать, и такая информация будет публично отсутствовать. Вот как. То есть она может публично присутствовать и без подачи декларации. И поэтому я считаю, что если мы отменяем, то давайте примем сразу, что госорганы обязаны эту информацию. Все-таки публично. Публиковать, да. Публиковать. И, конечно, близость к власти приводит к тому, что многие, не автоматически приводит, а приводит к тому, что многие используют свою близость к власти для обогащения. То есть... Очень сложно бывает. Лоббируют каким-то образом свои интересы и возможность получения дохода в другом месте? Да, и возможность получения дохода с помощью лоббирования своих интересов. А ведь это запрещено. Ну, это еще надо доказать. Нет, управлять-то ведь нельзя. Нет? Нет, ну, депутату... Нет, депутату городской думы можно. Да, да, да. Потому что зарплаты-то ведь нет. Да, это государственному депутату государственной думы... Нельзя. Типа нельзя. Да. Хотя... И тем, кто на освобожденных должностях тоже. Ну, я думаю, что ими так должно хватать. Они получают в десятки раз больше, чем среди. Не будем будировать в слушателях ненависть к представителям определенной социальной группы. Мы говорим о несправедливости, которая присутствует в нашей стране. Печально. То есть вы все-таки за то, что какая-то информация и какие-то среднения должны присутствовать? Информация об имуществе и доходах депутатов должна присутствовать на сайте. Не обязательно с помощью декларации. Есть рост или нет роста. Еще одна тема, которую мы, наверное, успеем с вами затронуть. Тема городская. Но и области она отчасти касается. Это история с поселком Мирный, больше известным как Мородыково, да, объект в Мородыково. Мы чаще всего так говорим. И переработка и там отходы в первого и второго класса опасности. Группа опасности, как говорит наш слушатель. Если это будет, ваше мнение. Я, честно говоря, не помню. Мы с вами, по-моему, тему с Мородыково уже поднимали. Мы обсуждали эту тему, да. Она, вот у меня-то, кстати... Моя позиция известная. Да, у меня-то, кстати, вопрос к вам вот какой. Вот вроде бы все ближе и ближе, все ближе и ближе тот час икс, когда все-таки должно быть принято решение, да или нет. Но есть ощущение, что решение-то давно принято. Но решение принято, оно будет исполнено и вряд ли будет учитываться мнение населения, значит, при строительстве этого завода. Скорее всего, если оно не будет построено, то, видимо, по какой-то причине сверху. Ну, то есть будут указки какие-то. Не с учетом, как бы, мнения населения. Ну, вот смотрите, население-то пока непонятно, разобралось или нет. Потому что люди вроде как против того, чтобы появлялся это опасное производство. Люди-то правильно против, Аня. Но при этом, при этом, ведь работают такие производства в других странах, извините. Люди правильно против, вот если вы о тех... И перерабатывать-то надо. Что переехали, проехали там в Австрию, посмотрели там... Нет, 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 подождите, я не про радиоактивные отходы сейчас. Просто отходов первого-второго класса опасности, их достаточно. И без радиоактивных. Ну, и что? Ну, их где-то надо перерабатывать. Их надо где-то перерабатывать. Зачем их перерабатывать около города Кирова или там около... Потому что здесь площадка есть. Площадку можно построить. Дороже, выйдет. И не столько это строит. При восьмитриллионном фонде национального благосостояния страны... Страна может себе это позволить. При профиците бюджета три триллиона страна может. И не нужно создавать условия для того, чтобы там экологическая обстановка предположительно стала тяжелой на территории Кировского оборудования. Да может и не станет еще. А почему мы говорим, когда говорим о здоровье людей и об опасности для людей, мы говорим предположительно? Вот до тех пор, пока нет полной информации и до тех пор, пока не объявлены все риски, которые возможны, нужно говорить нет. И строить надо там, где до ближайшего человека расстояние, ну, я не знаю, пусть сутки в случае взрыва или чего-то там, или там заражения, чтобы до людей доходило в последнюю очередь. Ну, слушайте, ну, тогда она нерентабельной будет, эта переработка. Туда же людей ввести надо будет на работу за сутки. Окей, мы уже столько лет за рентабельность были, что жизнь людей у нас стоит теперь уже ничего. То есть рентабельность против жизни людей. Вы категорически против, если не будет четких гарантий, что... В деревнях говорили, что они тоже нерентабельны. У нас ликвидируют школы в деревнях и тоже говорят, что они нерентабельные, да? Потому что жизнь людей сейчас стоит копейки. Вот и все. То есть мы экономим какие-то бюджетные деньги, которых полно в федеральном бюджете, очередной раз собираем у людей деньги, и при этом жизнь людей, их благополучие, человеческий капитал ни во что не ставит. Азиз Ильич, я поняла, вы категорически против до момента, пока не будет полной ясности? Я категорически против даже обсуждать до момента, пока не будет полной ясности. Понятно. Ну вот я надеюсь, что на вопрос слушателя мы ответили. И когда некий высокопоставленный теперь уже человек, там, Владимир Гаврилович Бакин говорит, а что тут обсуждать, информации нету, вот поэтому и нужно говорить нет, что информации нету. Не обсуждаем, пока нет информации. Давайте, Азиз Ильич, под занавес программы две минуты у нас остается, даже меньше, наверное, о хорошем. Скамейки и урны в Кировской области в этом году на зиму не будут убирать с улиц. Точнее, в Кирове, да, вот решение принял Илья Шульгин, глава администрации. Ну там качели, видимо, и скамейки. Качели, скамейки, урны, все это остается. Вам как кажется, они зиму переживут? В каком смысле? Ну, мы весной их увидим в том же виде, в котором они сейчас у нас находятся. Это не имеет значения, их надо оставлять, и весной их надо обновлять. Вот и все. Каждый человек, у которого есть территория, он знает, что когда наступает весна, он идет, красит деревья, дорожки, он смотрит, в каком состоянии у него из-под снега вылезли всякие украшения в его огороде и так далее. И он их либо обновляет, либо сломанно убирает, ставит на его месте новые. То есть это нормальное совершенно решение? Это совершенно нормальное решение. Лавочки должны быть там, где люди захотят на них присесть даже зимой. И урны тем более, где у меня мусор образовался, чтобы я не таскал их до городской администрации, где там, может быть, последняя урна стоит. Да ладно, на остановках есть еще. Благодарю Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» за его особое мнение. Мы программу на этом завершаем. Много чего не успели, но я думаю, что мы к теме, в том числе и повышения налогов и протестов в Слободском по поводу то ли переименования, то ли возвращения исторических названий улицам мы еще обратимся обязательно, может быть, в рамках дневного разворота. Спасибо. До свидания. Особое мнение на 101FM